В октябре я подняла очень многие записи бесед, дипломатических переговоров. В октябре нам в ходе переговоров на уровне министров иностранных дел передавали следующее. Через нас вам просили передать самый жесткий сигнал. России будет больно. Сделают так, что Россия по-настоящему прочувствует, что такое боль. Имейте в виду, мы вас не это говорили дипломаты в ходе дипломатических переговоров. Имейте в виду, все, что вы будете делать в реальности, будет дезавуировано информационной компанией, которая перекроет результаты вашей работы. Вы будете бороться с террористами, но вы будете выглядеть именно как агрессоры. Октябрь-ноябрь 2015 года. После того, как запугать не удалось и после того, когда было... Это во время знаменитых встреч Кирилла Врува передавалось штабами. Я могу цитировать в прямую закрытые для прессы переговоры. Я могу сказать так, что эти слова нам были переданы и передавались неоднократно в ходе октября, всего октября 2015 года, в ходе переговоров главы внешнеполитического ведомства России с его зарубежными коллегами. Дискредитации действий. Ну, вы знаете, прессу, вы знаете. Я хотела бы напомнить, что Госдепартамент США и Белый дом устами своих официальных представителей напрямую запугивали нашу страну тем, что мы прочувствуем эту боль. То есть те слова, которые нам говорились в октябре за закрытыми дверями, затем были вынесены в публичное пространство. Вы помните про гробы, вы помните про мешки, вы помните про боль. Об этом говорил и министр обороны Соединенных Штатов, не только официальные представители. Потом это все перекочевывал в прессу, в том числе в пересказах уже закрытых встреч в Вашингтоне. Потом они пошли еще дальше. Потом начались прямые призывы глав внешнеполитических ведомств к общественности своих стран и других стран выходить к российским посольствам.